привет девчонки всех с наступающим новым годом или если вы смотрите это видео уже после праздников тогда уже с наступившим после новогодней ночи так хочется съесть кусочек сладкого тортика особенно классно если это наполеон так давайте же его и приготовим тесто для нашего наполеона очень простое нам понадобится стакан воды 250 миллилитров 250 грамм маргарина пол столовой ложки соли ну и конечно мука муки нужно будет брать столько чтобы тесто было крутое поехали первое что нам нужно сделать это натереть на терке наш маргарин того чтобы он не прилипал к терке я буду опускать его в муку маргарин должен быть из холодильника чтобы он не растаявший был вот я маргарин опускаю в муку вот я натерла маргарин направляю сюда пол столовой ложки соли вода и теперь добавляю муку и все это вымешиваю чтобы тесто у нас было крутое прям рукой я буду это делать здесь у меня пока приблизительно 500 грамм муки но если она будет редкая я еще буду добавлять теперь я могу отправить тесто на стол здесь его уже его не нужно слишком долго вымешивать это не дрожжевое тесто просто чтобы была такая однородная масса я делаю из теста вот такой вот кружочек для того чтобы потом не было легче делить его на 8 частей смотрите вот вся мука 500 грамм у меня ушло то есть 500 грамм у меня достаточно у вас может пойти больше зависит от муки маргарина вот тесто у меня не липнет к рукам такое хорошее теперь я накрываю его пленкой и гордо его сопровождаю в холодильник просто в холодильник не в морозилку в холодильник на 1 час а в то время пока наше тесто находится в холодильнике мы приготовим крем для этого мы берем пол литра молока и отправляем кастрюльку чтобы она закипела включаю теперь еще нам понадобится пол литра молока смотрите здесь у меня пол литра молока пока нагревается я готовлю крем для этого что я делаю нам понадобится 2 яйца которые мы разотрём с полтора стакана сахара затем 5-6 ложек муки столовых без горки и вот же снова 500 миллилитров молока то есть все по порядку я отправляю в миксер два яйца и полтора стакана сахара здесь стакан сейчас еще половиночку и еще половинка растираем яйца яйца с сахаром растерла сюда же добавляю 500 миллилитров молока и 5 столовых ложек без горки муки снова все смешиваем смотрите здесь у меня молочко уже закипело я выключаю миксер и отправляю вот это мое содержимое молоко прямо в кипящее молочко сейчас я покажу поближе вот я соединила уже мое кипящее молоко с тем что у меня было в миксере теперь мне нужно добавить 100 грамм сливочного масла раз кусочек второй кусочек пусть оно закипает и варить до загустения это будет наш вкуснейший крем все варим время от времени я помешиваю чтобы он не пригорал и жду пока загустеет крем вот видите коричневая уже начинает на дне он прилипать ну ничего страшного если можно помешивать то все будет хорошо вот когда вы видите что крем уже загустел мы его отключаем и даем ему остыть вот какой получается заварной вкусный какой класс хочу показать какой стал густой какашка такая теперь он совсем уже готов я его отключаю и даю ему остыть вот прошел час освобождаю от пленки и теперь так зрительно я делю его на восемь частей так так считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь то разрезаем вот у меня получилось восемь вот этих кусочков смотрите пока я буду раскатывать один кусочек все остальные я снова положу в холодильник чтобы тесто не сильно растаяло его так будет легче раскатывать теперь раскатываем можете раскатывать как вам нравится квадратиком можете кругом у меня сегодня будет вот такой формы круглый лист поэтому я постараюсь более-менее круглым делать но если же лист прямоугольный то пожалуйста можно делать прямоугольным тесто хорошо раскатывается не обязательно делать все коржи одинаковой формы потому что потом когда торт уже будет готов просто его обрежем как нам нравится такой формы вот и все так все сейчас это отправляю на лист и в разогретую духовку до 180 градусов поджариваю 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 зажариваю его до золотистой корочки так вот смотрите отправила его на противень то что здесь неровные края это даже классно потому что потом я все уже в готовом виде обрежу и меня это все эти кончики пойдут на посыпку торта все по такой же схеме приступаем к следующему коржу испекаем все восемь мои коржи не получаются вот такие как вздутые немножко все нормально не переживайте значит один корж у меня сгорел за что я ему очень благодарна вот уже делают что делать сразу за одно время почему я ему очень благодарна потому что мне всегда жалко пустить какой-то корж на крошку этот мне не жалко она даже будет очень красивенько на крошку я его должна вот так вот поломать сделать с него крошку это мы будем посыпать сверху торт этой крошкой так что классный торт если прозевал корж мы не печалимся а просто делаем крошку вот такая крошка у меня просто красота смотрите коржи у меня получились все не идеальной формы не беда когда я все смажу это кремом потом когда он настоится я просто его обрежу и сделаю его такой формы какой я хочу поэтому теперь назад начинаем смазывать коржи наши слушайте ну крем прям такой ой пахнет сладенький вкусненький смазываем теперь коржи ну конечно нашему наполеону нужно будет настояться то есть кушать мы его будем сейчас день либо уже совсем вечером после шести мы не едим поэтому будем есть после девяти либо завтра конечно он будет вообще идеальный если вы его например готовили два часа то скушает его ваша семья за 15 минут вот один смазала пошел второй корж я прям вот так его смотрите надавливаю чтоб он прям ломался чтоб прилипал к первому коржу вот эти вот лопаются это же хорошо потому что туда отлично войдет наш крем дальше смазываю все тоже самое делаем со следующими нашими коржами и остался последний корж накрываем придавливаем снова последний корж намазываем кремом и теперь пришел звездный час для нашей крошки посыпаем все наш наполеон готов если хотите когда он остается придавайте ему форму квадрата его можно будет легко потом обрезать я его делала сегодня для домашних поэтому будет у нас он в таком круглом варианте девчонки один недостаток у этого наполеона ну реально быстро съедается все всем спасибо за внимание готовки наслаждайтесь всем пока вот покажу я торт в разрезе остался уже вот такой малюсенький кусочек вот он вкусный 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 да и кот со мной согласен надеюсь это вот Sempre Продолжение следует...